Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы начинаем толкование книги Иисуса, сына Сирахова, «Премудрости его», книга, которая была знакома нашим предкам только на греческом языке, поэтому не вошла в число канонических, именуется в некоторых народах второканонической, в некоторых апокрифической, но для славянской Библии она непременно рекомендуемая к изучению еще с апостольских времен. Афанасий Александрийский, святитель, предписывал ее читать готовящимся к святому крещению, оглашенным. Преподобный Иоанн Дамаскин о ней отзывался как о полезнейшей и научающей высоким нравам, а была она составлена неким Иисусом, носителем того имени, которым впоследствии был наречен воплотившийся Бог, Господь наш Иисус Христос. Это имя встречается в Ветхом Завете и прежде. Если помните, Иисус Новин, которому было суждено ввести Израиль в землю обетованную после смерти Моисея, также был наречен этим именем. А являлся он сыном некого Сераха и являлся, конечно же, носителем удивительной мудрости. Его творение, сам он не был прославлен как пророк, поэтому книга и не именуется богодухновенной у некоторых ее исследователей, поскольку не почитался как святой тот, кто является ее составителем. Но его потомок переводят на греческий язык во времена царя Птоломея Египетского, который, как вы помните, явил великую милость миру, переведя пророческие книги на греческий язык, благодаря чему явилась Септуагинта, так называемый свод пророческих библейских книг на греческом языке. В это же время на греческий язык из предисловия следует, что для назидания тех иудеев, которые жили не в Палестине, не в Святой Земле, а в Рассеянии, в том числе и в Египте, потомок Иисуса, сына Сирахова, имя которого нам неведомо, переводит на греческий и представляет нам любомудрые размышления Иисусовой. К греческому переводу книги «При мудрости Иисуса, сына Сирахова» имеется предисловие. Оно принадлежит внуку Иисуса, сына Сирахова, который приносит похвалу своему деду, взявшемуся, решившемуся, как он сообщает, на это важное дело записать плоды своего опыта и сообщает о том, что и сам он в переводе потрудился неповерхностно, но говорит, что и денно-ночно пришлось ему перекладывать на греческий язык слова своего премудрого деда, и извиняется он, что невозможно в совершенной точности на другой язык изложить то, что прежде было сообщено на древнееврейском, но, тем не менее, формулирует цель этой книги для того, чтобы те, кто желает учиться, приспособили свои нравы к тому, чтобы жить по закону. Это главный закон и главная цель воспитания — приспособить свои нравы, их обучить, их оккультурить, придать им направление. И этому будет посвящена книга. Продолжение следует...